Всем привет! И добро пожаловать вновь на марафон по техническому рисунку от Fashion Vector Design. Сегодня мы с вами будем рисовать простую толстовку, либо свитшот. Она будет похожа по своему принципу на то, как мы рисовали футболку, но там есть маленькие детальки, на которых я хочу сакцентироваться и которые иногда вызывают трудности. Итак, начинаем мы точно так же. Теперь файл, новый документ, делаем формат А4, выбираем вертикаль, ОК. Далее файл, открыть и выбираем наше фото. Вот оно мое фото. Что я могу сделать? Я могу его выделить, нажать Ctrl-C, открыть мой файл, нажать Ctrl-V. У меня скопировался. После этого я делаю масштабирование. Запомните, что делать масштабирование надо с нажатой кнопочкой Shift. В противном случае вы получите непропорциональное масштабирование. То есть обязательно нажимайте кнопку Shift и получите пропорциональное масштабирование вашего изделия. После этого я блокирую слой, на котором я скопировала непосредственно данную фотографию. И теперь сделала новый слой, на котором буду работать. Опять же, изделие у меня симметричное. И в связи с этим я могу нарисовать половинку и потом вторую половинку, соответственно, отзеркалить и размножить. Как видите, здесь у меня не совсем стандартный вточной рукав, у меня спущенное плечо. Достаточно актуальный на сегодня силуэт и для базы, в принципе, мне подойдет. Итак, все то же самое, как и в футболочке. Создаю сначала прямоугольничек, который пойдет по центру. Смотрите, у меня получилась белая заливка. Убираю цвет заливки, а цвет контура прошу сделать программу мне черным. Так, теперь я буду рисовать половинку стана. Соответственно, то, что у меня вылетает на левую сторону, я потом обрежу. А то, что будет по правой стороне, мы сейчас аккуратненько с вами сделаем. Еще раз напоминаю, что вам нужно обратить внимание на то, сколько точек вы ставите. Чем больше точек вы поставите, тем менее упругая будет линия. А от упругости линии зависит ее красота непосредственно. Рисую я согласно конструктивным элементам. То есть, если вы посмотрите, то у меня пришита горловина из рибаны, либо риба, либо пластика. По-разному называют, в зависимости от сленга того места, где вы его употребляете. У меня пришита по низу широкая резинка и по низу рукава. Это все отдельные элементы. Я их буду рисовать отдельно. Нарисовала. Мне кажется, что многовато у меня точек по горловине. В связи с этим сейчас я их уберу и откорректирую линию. Хорошо. У меня получилась основа. Теперь я к этой основе пририсовываю рукавчик. Рисую просто обычным перышком. Я работаю мышкой. Многие спрашивают, нужен ли планшет. Нет. Для рисования такого типа эскизов планшет можно использовать, но обязательным он не является. Вот вы видите, работа мышкой. Ничего страшного в этом нет. Теперь мне нужно нарисовать горловину по переду, горловину по спинке и спиночку. А еще здесь есть очень аккуратная красивая тесемочка. Мы ее тоже нарисуем. Обратите внимание на форму. При рисунке по фотографии вы можете очень четко переснять вот эту форму. И это придаст вашему изделию максимальную реалистичность. И еще такую маленькую хитрость. Смотрите. Я не буду разрезать горловину. Я ее делаю ровно, вертикально, чтобы она попала в мою вот эту линию. Резать я ее не буду. В противном случае у меня здесь будет много всякого мусора. Поэтому давайте сейчас на данном этапе что мы сделаем. Мы оставим все как есть, продолжим работать. Но горловинка у меня будет закачиваться ровно по этой линии. Теперь рисуем спиночку. Соответственно, данная тесьма пришита для того, чтобы перекрывать шов, которым соединяется наша основа и, соответственно, тесьма по горловине спинки. Поэтому у меня должен попасть шов приблизительно по центру. То есть очень так же, как вы конструктивно делаете. Вот оно сюда и должно прийти. Смотрите. У меня, видите, не совсем ровно получается. Но это ничего страшного. Я сейчас выведу на передний план. И чуть-чуть здесь откорректируем. Пока рисуем, рисуем, рисуем. Потом мы еще, когда отзеркалим, дополнительно поправим все. Так, теперь делаем горловинку спинки. Вот эта точечка мне немножко смущает. Сейчас мы ее поправим. И сделаем уголочек круглым. Так, здесь мы все нарисовали. Теперь, что у меня далее? Далее, далее, манжет по рукаву. Видите, за счет того, что это эластичное переплетение, эластичное полотно, есть некоторое сужение рукава. Вот очень хорошо, когда вы делаете по фотографии, вы можете это все передать. Так, и по низу изделия. Аккуратненько, по точечкам, не торопитесь. Делайте линию так, чтобы она вам нравилась. Вы создаете свою основу, свою базу. Соответственно, все линии должны быть четкими и аккуратными. Вот смотрите, что я вам говорила. Я выявила за край только центральную часть. Соответственно, я выбираю только две. Я выбираю полочку и выбираю прямоугольник. Выбрала я это при помощи нажатия кнопочки Shift. То есть, щелкаю, выбираю полочку, нажимаю кнопочку Shift, щелкаю по прямоугольнику. Shift позволяет выбрать множественное количество элементов и также убрать это выделение. После этого возвращаюсь к моей палитре обработка контуров. Нажимаю на разделение. Все у меня разделилось. Нажимаю раскопировать и удаляю лишние детали. Вот у меня замечательно получилась половинка. Теперь выбираю все. Инструмент зеркальное отражение. Точку на центр. Все, пока сейчас ничего не нажимаю. Начинаю нажимать, у меня пошло крутиться. Видите, чтобы оно у меня прошло под правильным углом, нажимаю Shift и нажимаю, чтобы скопировалось. Сначала отпускаю кнопочку мыши, потом отпускаю кнопочки на клавиатуре. Вот у меня получилась красота. Теперь объединяю те части, которые должны быть едиными. Так, это у меня резинка по низу. Это у меня стан. Ну, вполне возможно, что как-то конструктивно у вас будет он с центральным швом. Но такое реже встречается. Так, теперь смотрим. Горловинка, спиночка. Мы ее найдем. Вот она. Спиночка. И горловинка переда. Отлично. Корректируем форму по необходимости. Можете корректировать, можете не корректировать. В зависимости от того, что у вас получилось, нравится ли вам полученный результат. Я немножко корректирую. Убираю лишние точки. Смотрю, чтобы линия была красивая, упругая. На данном изделии, данной фотографии, если вы обратите внимание, сделана от строчка оверлок. Мы ее сейчас попробуем сделать. Так, и мы забыли еще нарисовать тесемочку. Я про нее говорила, а нарисовать мы ее не нарисовали. Соответственно, тесемочка тоже нужна. Тесемка. Ну, уже будем ее рисовать, соответственно, на обеих половинках. Она просто сверху у нас встанет. Ну, такой красивый декоративный элемент. Так, управляем точки, если чувствуем, что что-то не так. Видите, она наложилась сверху. В этом нет ничего страшного. Сейчас я покажу, почему. Как правило, вы не будете использовать данный эскиз без заливки. Выключаем видимость нижнего слоя. Получаем наше изделие. Я теперь выбираю все и прошу сделать мне белую заливку. Смотрите, что получилось. Получилось, что тесьма встала поверх. Но теперь я выберу горловину спинки, спинку и тесемку. И прошу ее убрать назад. Соответственно, вот эта горловина переда, она у меня наверху лежит. И перекрывает все неровности, которые есть. Так. Вот оно изделие. Но, что я вам показывала и что говорила. Смотрите. Подвинули. И включили обратно фотографию, чтобы было видно, что происходит. Так. У нас с вами получается вот здесь отстрочка. Вот здесь у нас с вами отстрочки. Прям вот они, видите, отстрочки. Здесь отстрочка. И здесь отстрочка. Их видно. Это так называемый распушивальный шов. Его используют и в декоративных целях, и также в целях того, чтобы данное изделие собрать. Можно сделать имитацию данного шва. Лично я это делаю следующим образом. Это один из примеров. Он не обязательно единственно верный. Выбираю инструмент прямоугольник с скругленными углами. Рисую прямоугольничек. Без заливки. Делаю второй. Копирую при помощи кнопочек Shift и Alt. Все действия стандартные. И рисую еще на нем две линии. То есть получается как бы застил. И линии. Выбираю панельку кисти. Все это дело выделяю. И тяну в панельку кисти. Здесь мне предлагается опциональность. Выбираю узорчатую кисть. И говорю ОК. Вот она у меня создалась, моя узорчатая кисть. Соответственно, что для нас теперь это значит? Я выбираю мое изделие. И рисую здесь линию, по которой пойдет данная отстрочка. То есть это низ изделия, где соединяется резиночка по низу с основой. Так, что-то немножко у меня точка кривовато получилась. Но мы ее сейчас поправим. Это абсолютно не страшно. Чем хорошая доп. иллюстратор? Никогда не бойтесь нарисовать что-то неверно. Если вы что-то нарисовали неверно, вы можете продолжить, либо откатить назад, либо потом скорректировать. И будет не видно, что у вас было что-то неправильно. Выбираем. Выбираем мою линию. Получилась она очень большая у меня. Так, очень-очень она у меня большая. Давайте мы ее сделаем еще уже. 0, 1. Все равно широко. 0, 0, 5. Вот. Теперь она похожа. И ее вот так на стык делаем. Потому что она здесь проходит. Видите, получилась достаточно такая четкая имитация того, что происходит. Почему она такая крупная? Потому что вот здесь у меня элемент крупный. Если я сейчас его возьму, попрошу сделать мне линию потоньше и сам элемент поменьше. И из него уже создам непосредственную кисть. Скажу окей. То, соответственно, вот смотрите. Кисть толщиной 1 пункт. Стандартный. Вот мой первый вариант. Видите, какая она толстенькая получается. Вот мой второй вариант. Можно залить вторым вариантом и предложить толщину 0,25. Или даже не 0,25, а 0,02. Вот так. Так, соответственно, такая же у нас штучка будет по низу рукавов. И для того, чтобы мне сейчас переснять все параметры, я беру пипетку, на эту линию навожу, и ничего не происходит. Так, хорошо. Выбираю. Говорю 0,2. Ну, 0,2. Отлично. Так. Нарисовали. Теперь ищем точку центра. И отзеркаливаем. Угу. Получилось. На мой взгляд, немножко грубовато смотрится, поэтому я сейчас этой линией задам некоторую непрозрачность. Ну, скажем, вот так вот, около 40%. Видите, она сразу стала лучше смотреться. Так. И еще у нас вот здесь по плечикам надо нарисовать такую же линию. Опять же, данная линия, она опциональна. Вы можете ее рисовать, можете ее не рисовать. Все линии должны быть одинаковые, если это отстрочка. Если только вы сами не планируете, что она должна быть другая. Так. Сколько у меня тут? Давайте мы у всего зададим мне прозрачность в, скажем, 66%. Ну, вот так вот мне хочется. Так, 66. Угу. Отстрочка получилась. Я ее не буду второй раз рисовать. Я ее просто отзеркаливаю. Не попала по центру. Беру обычные стрелочки на клавиатуре и ее на правильное место дотягиваю. Так. Что мы будем делать дальше? Дальше нам нужно сделать по горловинке такую же отстрочку. Еще раз повторюсь, что на данном изделии отстрочка сделана. Но вы можете нарисовать не отстрочку распушивальной машины, например, а отстрочку обычным пунктиром, то есть то, что у вас выходит обычная линия. То есть раз, и у вас там пунктир пошел. Но я не хочу пунктир, я хочу распушивалку. Ну, два. И 66% непрозрачности. Вот так. Можно немножко подвинуть. Скорректировать точки. Вот таким образом. Отлично. И еще конструктивно обратите внимание. Так, вот здесь у меня вылезло. Тоже это надо дело все поправлять. Что данная тесемочка, она будет иметь две отстрочки. То есть ее накладывают и сверху и снизу пристрачивают. Внутри оказывается шов. Соответственно, по тесемке нам нужно сделать отстрочки. Для того, чтобы точно угадать ее форму, беру, копирую тесемку, беру инструмент ножницы. Он находится в ластике. И разрезаю вверх и разрезаю вниз. Бачки отбрасываю. Выбираю вверх и вниз. Убираю заливку. Выбираю пунктирную линию. И настраиваю, скажем, 2 через 2. И толщина у меня будет 0,5. Вот у меня получились две линии. Они абсолютно повторяют те линии, которыми нарисована моя тесемка. Соответственно, их надо просто немножко сместить. И они будут абсолютно идентичными. Тем линиям будут идти параллельно. Для того, чтобы не рисовать от руки. Такая маленькая техническая хитрость. Так. И я думаю, что можно сделать еще более мелко. И вот так. Отлично. Вот что у нас с вами получилось. Но, как вы видите, еще не хватает рибов. Потому что они же у нас идут таким рубчиком. И нам нужно это тоже визуализировать. Вот для того, чтобы это визуализировать, существует несколько способов. Первое, что вы можете сделать. Самое очевидное, самое банальное. Взять инструмент. Либо перо, либо линия. И начать все это дело методично расчерчивать. Я думаю, что этот вариант всем пришел в голову. И вы все знаете, что можно методично это все расчертить. Я так делать не очень люблю. Хотя иногда это требуется, когда какие-то сложные линии. Я обычно это делаю заливкой. Создаю заливку, которая будет имитировать риб. Соответственно, беру инструмент прямая линия. Рисую вертикальную линию. Не пунктирную. Толщиной 0,5. Копирую ее. И еще раз копирую. И последнюю линию делаю бесцветной. После этого выбираю все. Перехожу в палитру образцы. И тяну мою заливочку туда. Вот что у меня получилось. Сейчас я создам прямоугольничек, чтобы вам продемонстрировать. Создаю прямоугольник. Выбираю заливку. И прошу залить. Получается ровненько. Зачем я последнюю линию сделала бесцветной? Если вы не поняли, пересмотрите еще раз то действие, которое я сделала. Если вы оставляете его цветным, то есть если у вас данная линия остается цветной, то есть три линии подряд, и вы просите из них сделать заливку, смотрите какая будет разница. У вас, вот здесь у меня одна линия, вон она бесцветная, а здесь все три линии цветные. Вот эти две линии, они встают рядом и образуют между собой толстую линию, что визуально дает не совсем верный эффект. Нам нужно вот так. Так что вот почему линия должна быть бесцветной. Давайте я теперь уберу все вспомогательные элементы, они нам уже не нужны. И лишнюю заливочку я тоже удалю. Так, что мы теперь делаем? Теперь я выбираю те элементы, на которых мне требуется данный рип. Делаю Ctrl-C, Ctrl-F. Ctrl-F она мне скопировала поверх. И выбираю мою заливочку. Получаю вот такую вот великолепную штуку. Но она должна быть мельче, поэтому захожу в инструмент масштаб. Просмотр, трансформировать только узоры. И на 50% сделаю помельче. Даже можно попробовать на 40%. Да, вот на 40% хорошо. И при этом еще можно создать эффект непрозрачности. Но давайте опять на те же 66%. Так, совсем мелко. Может даже чуть покрупнее надо это все сделать. Вот так. То есть я настраиваю, чтобы визуально мне нравилось. Вот у меня получилось изделие. Которое конструктивно очень похоже. Чтобы уже прям сделать его совсем конфеткой. Я его наложу поверх. Выберу все, сгруппирую. Сгруппировано. Создам слой еще один дополнительный и уберу из видимости мое изделие. И теперь по данной фотографии переведу тени, как они располагаются. Вы видите, что делаю я это без эскиза. Забыла я убрать заливку. Убираю. А сейчас на эскизе мы поправим их местоположение. Я их просто переснимаю отсюда. Обычным инструментом, перышком, я их переснимаю. Но это прям вот совсем для того, чтобы было очень вкусно. Чтобы было красиво, как говорится. Так. Ну и здесь дополнительно не буду. То есть здесь получается тень только на рукавах. Делаю так, чтобы заливка была черным. Контура не было. Но выбираю два элемента и даю непрозрачной заливке, ну где-то около 30%. Включаю обратно мой слой. И смотрю, что у меня получилось. Эта линия должна быть немножко поправлена. Соответственно, корректирую форму относительно того, что получилось на эскизе. То есть я форму взяла с готовой фотографии, а наложила ее на эскиз. На мой взгляд, можно немножко непрозрачность еще скорректировать. Вот. Теперь я все выбираю. Разблокирую слой. Выбираю все. Нажимаю сгруппировать. Как видите, у меня все сгруппировалось на верхний слой. Средний слой могу удалить. И вот что у меня получилось. У меня получилось. Получился эскиз толстовки. Но мы же с вами знаем, что этого мало. Помимо того, что мы с вами нарисовали переднюю часть, нам нужна спинка. Выключаем то, что есть. Двигаем в сторону. Делаем дубликат. Для этого я просто потянула в сторону. Нажала кнопочку shift. Нажала кнопочку alt. Потом отпустила. Она у меня скопировалась. Так. Теперь я все это разгруппироваю. Что у меня будет принципиально другое на спинке? Принципиально другое на спинке у меня будет только горловина. Поэтому работать я буду только с горловиной. Разгруппировываю целиком. И начинаю просто удалять ненужные объекты. Так. И это не нужно. И это не нужно. И вот эта тесемка не нужна. И вот это. И вот. Так, отстрочку мы оставляем. И вот это не нужно. Вот что у меня получилось. Ну, получилась дыра, как видите. Ничего страшного. Мы рисуем дополнительный объект. Прям просто вот так вот грубо поверху. Мы его рисуем. Говорим, что не нужна нам пунктирная линия. И сделай нам толщину, пожалуйста, стандартную. На один сантиметр. Все это делала. Выбираем. Говорим, слить. Программа слила. Вот у меня получился цельный объект. Прошу его положить монтаж на задний план. И теперь мне просто нужно подкорректировать ту форму горловины, которую я вижу. Выбираю точку. Немножко ее опускаю. Выбираю точку и немножко ее опускаю. Так. И здесь тоже вот у меня немножко точка будет в другую сторону. Смотрите, сначала я корректирую тот объект, на котором у меня сделана заливка, а потом уже непосредственно форму. И вот эта точка тоже пойдет в сторону. И эта тоже пойдет в сторону. Так. По чуть-чуть методично вы корректируете. Это как один из способов. Это не универсальный способ. В данном случае он нам подошел. Может быть, в другой ситуации он нам не подойдет. Так. Так. Ну, видите, прям точечка по точечке, точечка по точечке. Еще раз смотрю. Можно вот эту точку подвинуть. Вот так. И эту точку вот так. Вот. Случилась горловина. Через нее мы не видим, что проходит спереди, потому что она у нас глубже. Получилась у нас спиночка. Вот таким образом. Мы с вами нарисовали уже более сложное изделие. В нем уже даже применили заливки. Вы большие молодцы. Если вы следовали по шагам, если что-то непонятно, вернитесь, посмотрите в описании. Если все равно непонятно, пишите мне вопросы в комментариях. И очень важный момент. Файл сохранить. Как? Обязательно сохраняйте. Что у нас? Это толстовка. Сохраняем. Не забывайте выбрать нужную версию Adobe Illustrator. Скажите «Окей». Все. Черно-белая версия у нас с вами готова. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если оно понравилось, обязательно ставьте ему плюсики, лайки. Пишите в комментариях то, что вам еще хотелось бы узнать. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.